Так, всем доброе утро, бонжур, хеллоу, из Киева, я в Киеве сейчас нахожусь, кто где находится, давайте, все заходят в класс, что-то мне как-то торчит некрасиво волос, я его прикрою типа вот так, типа на бекрень перекрывает торчащий волос. Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать Тору, Мишли, сегодня активно, потому что шаббат приближается, Максим, Перенчук, Ботертов, вот, а Максим, это ты из Киева или нет? Это ты мне письмо писал, мне интересно, да, Максим, да, потому что я получил письмо от Максима Перенчук, ну не понял, это тот или не тот, или полный, или полный однофамилец. Все, Яков Шатадин, шалом, шалом из Иерусалима, святого города, все, отлично, и мы продолжаем изучать 10 главу Мишли, шалом из Долбунова, да, это я, класс, Максим, хорошо. Хорошо, значит, мы дошли до того, что в устах сообразительного найдется Тора, да, хохма это божественная мудрость, Влад Косов, шалом. И, значит, тот, кто Хасер Лев, тот, кто неуправляемый такой, его можно только палкой снаружи гнать, и в моей практике тренерской, это очень видно хорошо, что люди, которые не могут сами собой управлять, им очень важно брать какие-то общественные обязательства, чтобы им было стыдно, чтобы их снаружи заставляли. Это очень мало людей, которые могут двигаться по жизни на внутреннем приводе и сами собой управлять, вставать по утрам вовремя, обливаться холодной водой. То есть на вот этих вот физических моделях именно и формируется умение управлять собой, когда разум побеждает инстинкты. Например, облиться холодной водой, это реально, ты должен разумом победить инстинкт. Инстинкт тебе говорит, холодно не надо, а ты разумом говорит, а вот надо, я хочу сейчас потренировать свой иммунитет, пускай. Холодно тебе, животное внутреннее, пожалуйста, это нужно, померзни. И на вот этих вот вещах утром ты встаешь, а тренировка это чистое управление своим вот этим вот ецерара внутренним животным, да? Потому что ты себя заставляешь двигаться, заставляешь бежать, ты себя, то есть ты интеллектом управляешь своей природой. Но обычно люди, это называется хасер-лев, они такие, хочу, не хочу, могу, не могу, то есть их вот так вот все время колбасит в разные стороны. И обычные люди, они называются хасер-лев, и им надо только палкой, только палкой надо, говорит царь Соломон. Это мы на этом закончили прошлый урок. Четырнадцатый, четырнадцатый отрывок, десятой главы, он звучит так. Хахамим ицпыну даат. Значит, мудрецы сберегают познание. Упи эвелим махита крова. А род вот этих вот грешников, скептиков, у них близкое сокрушение. Махита это сокрушение, крова близкая. Что это значит? Значит, это значит следующее. Есть хахма. Хахма это божественная мудрость. То есть мы можем ее только узнать. Вот, например, я читаю этот отрывок. Хахамим сберегают ицпыну даат. Это божественная мудрость. То есть этот царь Соломон получил от Бога знание, как работает мир. Я сам не могу придумать эту фразу. Она мне как бы и в голову даже не придет. Откуда я знаю, как это все работает? То есть божественная мудрость, хахма, мы ее можем только услышать от пророков и от мудрецов. То есть мы не можем ее произвести сами. И она иногда, эта божественная мудрость, она с первого взгляда выглядит как немудрость. Например, вот какой самый мне непонятный закон, если взять из законов Торы, мне непонятный закон. Ну, например, вот это шилохакен. Выгнать птицу с яиц и взять яйца. Зачем ее выгонять? Зачем взять яйца? Мне непонятен закон, например, вообще этот самый вот в суккот. В суккот надо трясти четырьмя видами растений в специальном порядке. Это прям заповедь истории. Берешь четыре вида растений, соединяешь, трясешь ими. Зачем ими трясти? Ну, очень мне непонятно. И так далее. Значит, есть много непонятных законов. И их мы получили, это божественная мудрость. Мы их получили от пророков и от мудрецов. Это хахма называется, божественная мудрость. Теперь есть бина. Бина это второе, это уже свойство ума. Это умение делать причинно-следственные выводы, да? Вот я, например, посмотрю на улицу. На улице нет солнца. То есть я могу отсюда вывод какой сделать? Что или солнце появится, или начнется дождь. То есть это два вывода. То есть может ситуация двинуться и туда, и туда. То есть это я уже в своем уме взял кусочек реальности. То есть я вижу картинку, нету солнца, такая хмороватая погода. И я из нее могу сделать вывод и туда, и туда. То есть я достраиваю у себя в мозге, достраиваю какую-то картинку. Это называется бина. Теперь есть третья дат. Вот здесь говорится о дате. Третье качество. Значит есть знание. Хохма это то, что мы получили. Есть бина это причинно-следственные связи. И есть дат. Это общая картинка, которая формируется у меня в восприятии. То есть это я вот просто воспринимаю. Например, я воспринимаю там, вот я вижу сейчас бутет цветов, вот яблочко. Видите яблочко. Все. Это я знаю, что оно есть. Вот это я познаю. Ну то есть я знаю. Я его, мне не надо думать. Я это яблоко в руке держу и чувствую. Это называется дат. Теперь хохамим написано, они сохраняют познание вот это, да. Вот эту картинку. То есть у мудрецов, у них с помощью того, что они постоянно изучают Тору, у них сложилась абсолютно четкая картина мира, которой у обычного человека нет и быть не может. Потому что даже возьмем мои познания в Торе, это пол процента, да не пол процента, это 0,1 процента того, что есть в Торе. И мое восприятие мира, оно на 0,1 процента это Тора. И на 99,9 это просто набор, калейдоскоп из знаний, которые я собрал непонятно где, непонятно как, я уже не помню откуда я знаю то, что я знаю. Потому что каждый из нас, когда рождается, нам всем начинают в голову закачивать программное обеспечение, как работает мир, что правильно, что неправильно, что делать, что не делать, какие-то правила, законы. Так мальчики себя ведут, так девочки себя не ведут, так спортсмены себя ведут, так спортсмены не ведут. Ну, в общем, полно, полно в голове у каждого человека установок. Теперь мудрецы, они потому и называются мудрецы. Они закачали в себя знания от пророка в Тору, и они, в предыдущем было отрывке, у них все время на их устах это Тора. То есть, они в каждой ситуации, они эту Тору применяли, и они такие стали уже как Брюс Ли. Знаете, вот у Брюс Ли, он в начале долгие годы тренировался, и он изучал разные боевые системы. А потом он создал свой стиль, который назывался свободный кулак. Стиль без стиля. То есть, ему уже не надо было никакого стиля. Он в любой ситуации, у него срабатывала его уникальная система подготовки, он знал все стили карате, тысячи разных ударов, и его физическая уникальная подготовка. И он назывался свободный кулак. То есть, он в любой ситуации мог так ударить, что от соперника не оставалось ничего. Вот то же самое мудрецы. И когда они имели вот эту вот Тору, от Бога знание, аксиомы, как работает мир, потом у них эта Тора всю жизнь была на устах. Они в каждой ситуации, у них было намерение только выполнить волю Бога. Они оттачивали как бы свое мастерство применения Торы. Теперь у них появился даат, четкое познание. То есть, их картина мира, та картина мира, в которой они живут. Это было вот то, что они воспринимали. Это и есть познание мира божественное. Теперь написано, что они его сберегают. Они его словами цпыну, объясняет Малбим, что они его не прячут полностью. Они его так в стороночку, это даат, не каждому они его расскажут. То есть, они вообще мудрецы, мало разговаривают. Я сейчас вспоминаю, на сегодняшний день считается в мире, религиозном мире, самый большой мудрец сегодня, это Раф Хаэм Каневский. Ну, один из самых больших мудрецов. Так он настолько экономный в словах, что когда его просят благословения, он говорит Бу. Буа, Буа. Он говорит Буа. Буа это сокращение от слов Браха, Ве от Слаха. То есть, благословение и удачи. И он даже говорит сокращениями такими, да, пишет сокращениями. То есть, он минимально выражает свой вот этот вот, да, от познания. Мы учили очень много в Пертеевод, что говорил Раби Шимон, он говорил так, что все... То есть, мудрецы, они вот здесь написано, что они сберегают свое познание, и они не выплескивают в многословии, не выплескивают свое вот это вот понимание мира. Потому что при любые слова... Это очень интересно, кстати. Любые слова, они являются неким попыткой, символической попыткой выразить какую-то реальность. То есть, никакое слово не описывает реальность. То есть, слово это слово, а реальность это реальность. Это разные вещи. То есть, любое слово, которое человек себе говорит в голове, описывая ситуацию, оно является только ярлыком и символом, который пытается передать что-то другое. Понятно, да? Для какой установки, что мудрецы, они сберегают познание? Хахамим и цпенудат, вот это я объясняю. То есть, у мудрецов они сохраняют свое познание и не выражают его. Дальше продолжение этого отрывка 14-го. Написано так. Упи эвелим мехита крова. А род эвиль это грешник, грешник-скептик. Эвиль это тот, кто от слова улай, он сомневается все время. И у него мехита это сокрушение близко. Значит, грешник-скептик, он все время... А вот, а кто сказал, что это так? А может не так, а может по-другому, а может так, а может так. Да я тебе говорю. То есть, он наоборот весь в словах и в сомнениях. И это его мехита крова, то есть, это приближает его сокрушение. Понятно, да? Понятно. Так что я буду сейчас... Вот как раз был вопрос, как же Тори обучать молча? Вот так и будем сейчас обучаться. Я буду уменьшать в словах, да? Хорошо. Теперь дальше. Еще раз давайте 14 отрывок полностью как звучит. Мудрецы сохраняют познание, то есть, они его не выпускают. Они его где-то в сторонке держат, не каждому они объясняют. Вот я могу сказать очень важную такую вещь, интересную. Что есть люди, которые пытаются объяснить что-то, да? И они пытаются объяснить что-то, когда... Они мне напоминают, как напоить человека из пожарного шланга. То есть, они... Вот он что-то знает, и он пытается другому, который вообще в этой теме не знает, пытается передать свое знание, и он прям на него потоком таким... Какими-то терминами непонятными. И люди, вот я вижу, вот они не понимают, не слышат. И я вот, я когда обучаю экспертов, там, авторов, тренировок и так далее, я им говорю, все нужно максимально упрощать. Потому что ты должен передавать знания на языке... На языке того, кто понимает. На языке того, кто понимает. Я сейчас вспомнил, вот чтобы объяснить этот отрывок, такая история очень хорошая. Есть история, это ее рассказывал Рабин Ахман из Бреслова. Он рассказывал такую историю, что у одного царя был сын. И принц, получается. И этот принц сошел с ума. Он сошел с ума, и он говорил, что я, говорит... Я этот самый... Индюк. Я индюк. Ну, в разных... Тарнегольху, Оду. То есть, петух индюк. Он себя назвал. Я петушинный индюк или индюк-петух. В общем, индюк. И он, значит, как индюк, он сбросил одежду. Это такая история метафора. Сбросил одежду. И жил под столом. Из-под стола не выходил. То есть, ходил только на концерт Билли Айлиш. Есть такое. Ну, то есть, он как бы стал индюк. Индюк он себя называл. И его, как пытались психологи того времени, мудрецы, все пытались его вылечить, и никто не мог его вылечить. Он говорил всем, нет, я индюк. Вот он был убежден, что он индюк. Значит, и он ни с кем не шел на контакт. Потом один мудрец сказал, дайте я попробую. И он, значит, этот мудрец, он что сделал? Он разделся тоже и залез под стол. И он с этим не разговаривал. Я вот запомнил эту детальку. Он не разговаривал с тем, который принц был, который думал индюк. Он просто с ним рядом сидел под столом. Тот, значит, через какое-то время, он сам к нему говорит, а что ты тут сидишь? Ты кто? А это мудрец его спрашивает, а ты кто? Он ему говорит, я кто? Я индюк. Он говорит, тогда и я индюк. Все, мы оба индюки. То есть, он к нему присоединился на его языке. Прошло еще какое-то время. Они подружились. То есть, этот мудрец, он шел все время за вот этим вот индюком, как будто бы, да, за сыном принца. Он шел, и они подружились. Потом, этот мудрец, когда они уже подружились, он попросил, чтобы ему дали еду на тарелке. И этот принц его спрашивает, а что, зачем нам еда на тарелке? Мы же индюки. А ему этот мудрец говорит, а кто сказал, что индюки не могут есть с тарелок? Кто тебе правила индюков так объяснил? Индюки, крутые индюки едят с тарелок. И они начали есть с тарелок. Потом, дальше, мудрец попросил дать ему одежду. Ему дали одежду. И этот принц спрашивает, а что, зачем нам одежда? А тот говорит ему, послушай, хорошо, мы индюки, но кто сказал, что индюки не могут ходить в брюках? Что индюки хуже, чем люди? Мы крутые индюки. Мы будем ходить в брюках. И так он с принцем с этим прошел весь путь. Потом они вышли из-за стола, и они как бы притворялись, что они индюки, но которые ведут себя как люди. А потом принц понял, что они есть люди. И это как раз то, что здесь, может быть здесь это чуть-чуть скрыто, что мудрецы, они оберегают свое познание, и они, то есть мудрец на таком уровне познания, что если он его передаст, у людей просто аккумуляторы, не аккумуляторы, проводки отойдут, да, то есть у них сгорит проводка в голове. Поэтому мудрецы совершенно спокойненько, они оберегают знания, говорят спокойно, вот так. Теперь дальше. Пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок, он звучит так. Он, Ашир, Тириад, Узо. Значит, он это имущество. Имущество богатого, Тириад, Узо, это крепость могучая. Крепость могучая. Имущество богатого, крепость могучая. Махитад, Далим, Рейшам. И сокрушение бедных, Далим это, очень легко запомнить, Даль это как обездоленный. Даль, обездоленный, есть в русском языке такое слово. И сокрушение обездоленных, их бедность. Значит, очень отрывок непонятный. И даже я посмотрел всех комментаторов, мне, например, он тоже понятнее не стал. Но давайте я сейчас разберемся, что они объясняют. По-простому, то есть простое понимание. Имущество богатых, оно им создает как могучую крепость. Но логика в этом есть. Потому что люди, которые богаты, они чувствуют какую-то уверенность, им есть на что опереться. Они имеют какое-то влияние, они могут там дать взятки. Ну, то есть у них есть то, что называется какая-то некая уверенность. Причем эта уверенность, она может сыграть против них. Говорят, что царь Соломон в Каэлите, он говорил, там есть такая молитва самого царя Соломона. Он говорил, что... А так звучал этот отрывок. То есть пустое и лживо отдали от меня. Это он бога просил. Шав, это пустое. То есть он просил, чтобы он видел мир таким, какой он есть, настоящим. Значит... Он просил, не давай мне ни бедность, ни богатство. Вот как раз в этом отрывке идет и про бедность, и богатство. Может быть, я сейчас вспомнил тот отрывок, может, нам станет понятнее. Царь Соломон просил, бедность и богатство не давай мне, и трефе не лехом хути. Накорми меня хлебом законом. Так он просил Бога. Теперь, почему он объяснял? Потому что Ошер, он говорит, я тогда возгоржусь и забуду Бога, забуду, кто мне все это дает. Мне будет казаться, что вот это моя уверенность, что у меня все отлично, я и без Бога справлюсь. Это проблема богатства, что человек чувствует, что он здесь как будто бы становится вместо Бога. Он может там влиять, управлять и так далее. И он его может заклинить планку, что это он просто... Через него Бог дает в этот мир влияние. И он может забыть, что не он главный, не Бог главный, а он. Значит, бедность, почему царь Соломон просил не давать ему? Потому что, может быть, мне придется из-за голода и так далее украсть, соврать. Ну, то есть, бедность, она человека заставляет тоже делать какие-то поступки, которые могут идти против Торы. Значит, это два испытания. Теперь здесь он говорит по-другому. Не по-другому, здесь он говорит так. Так, имущество богатого, оно ему дает как крепость, ощущение крепости. То есть, может быть, это просто констатация факта. Мехитад долим рейшам. Сокрушение бедных, обездоленных их бедность. То есть, бедность, она человека подкашивает, и она ему дает, ну, такое слабое состояние, которое для него, мы уже знаем, что и то опасно, и то опасно. То есть, может быть, этот отрывок как констатация просто факта. То есть, в нем как бы нет особой такой глубины. Поэтому комментаторы мало объясняют. Единственное, объясняют, что Раша и другие великие комментаторы, они объясняют, что речь идет не о богатстве физическом, а о богатстве в Торе, будь здоровы, о богатстве в Торе. То есть, у кого-то есть Ашир, это богатый в Торе. Его познания Торы большие. И эти познания в Торе, они для него дают как крепость защитную. То есть, он знает, что делать в любой ситуации. Он знает, как и когда молиться, что можно говорить, что нельзя, как. То есть, у него, его знания Торы, они создают ему как крепость. А сокрушение обездоленных, это тот, кто не знает Тору, она ведет его к еще большей бедности. Потому что тот, кто не знает Тору и действует неправильно, он, ну, то есть, он ошибается, ошибка на ошибке, ошибка на ошибке. Есть много историй, которые я лично наблюдал, как люди, которые, которые, там, несколько начали соблюдать, и у них стало намного меньше денег. И они, или полностью обеднели. А почему это происходит? То есть, когда человек ничего не соблюдал, не знал и так далее, то он, как бы, находился в одной реальности, у него не было взаимоотношений с Богом. То есть, он был от Бога очень далеко. И он жил в мире, в таком механистическом мире, который действует по законам механики. Чем ты ближе приближаешься к Богу, тем больше ты включаешься в духовный мир. И на тебя начинают влиять совершенно другие процессы с большей скоростью, то есть, с большей скоростью взаимодействия. И получается, что если человек бездуховный, и он такой просто вот живет животной жизнью такой, то у него, это чистая механика. Если он берет и начинает, там, тут он молится, тут он что-то начинает уже там в кипе ходить. При этом он продолжает делать 50 или 80% действий, которые запрещены Торой. И он уже знает, что они запрещены. И он включает вот это вот уже духовные. А духовные же люди, они по-другому, они же тоже влияют на Бога. И одно дело, когда ты такой бездуховный, вокруг себя бездуховный. То есть, там божественного очень мало. Другое дело, когда ты приходишь в общество духовных людей, где каждый молится по три раза в день. И если духовный человек, ты его чем-то обидел, а он на тебя разозлился, а ты его еще как-то там оскорбил, не дай Бог, или еще что-то. Или там ты про раввинов начинаешь плохо говорить про каких-то, да. Начинаешь сплетни там, лошонарай и так далее. И все это происходит в синагоге, например, да. Место, где прямо вот, ну как бы, духовность, она очень высокая. В этот момент включаются абсолютно другие вещи. Как есть известная история, когда в Талмуде, просто чтобы было это понятно, встретились как-то три мудреца. Два мудреца шли, и одного они встретили, еще большего мудреца. И этот еще больше мудрец, он им говорит, они ему говорят, ну здравствуй, типа. И как-то они ему что-то сказали. А он им так красиво как-то ответил, какой-то там отрывок истории, какое-то благословение. Написано, они ему позавидовали, позавидовали они ему, и он умер. Вот такая есть история. Да, это интересно, что, казалось бы, мудрецы, вот такая и бах, и он умер. Почему? Потому что они ему позавидовали. Все, поэтому возвращаемся к началу лучшее молчание. Молчание это лучшая тактика, лучшая стратегия молчать, и можно даже сойти за умного. Есть такое, что тот, кто молчит, он кажется намного умнее, чем тот, кто много разговаривает. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, хорошего дня, чтобы было благословение. Бу! Все, всем бу! Брахавы от слаха. Чтобы было буа, у меня сын поправляет, буа. Благословение и от слаха. Брахавы от слаха. Буа. Все, всем буа, пока. Максим, спасибо. Вот выводы от урока, это очень крутая тема, потому что важно, чтобы каждый брал для себя какие-то выводы свои и ими пользовался. Все, всем удачи, прекрасного дня. Буа. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Субтитры сделал DimaTorzok